всем огромный привет добро пожаловать на мой канал как всегда я начну свой влог как уже в последнее время традиционно можно сказать начну свой влог с посылок с озон которые мне тут пришли покажу немножко постепенно буду показывать что заказываю там общем сижу как вы поняли да уже на этом сайте постоянно заказываю ссылки я буду оставлять кому вдруг и что-то интересно то пожалуйста в общем давайте покажу итак давайте покажу свои покупки с озон во первых до этого мне приходило еще вот такое как вот такая картина джуз вот такая картина по номерам это младший сынок насмотревшись на меня тоже захотел нарисовать картинку я выбрала такую простенькую он ее уже сделал причем он ее сделал за один вечер я вам сейчас ее покажу мы ее уже повесили даже и вот здесь вот в комплекте шел еще кстати лак обычно я отдельно покупаю лак акриловый дешев в комплекте так что у меня уже ее полностью сделал для детей вот такая прикольная это какой-то герой кстати из какой-то игры по моему или что-то такое в общем для деток самое то но мой за один вечер правда так не очень аккуратненько но молодец в общем старался сегодня мне пришло вот еще что давайте распакую покажу еле тут все распаковала и так во первых я заказал у меня сломался вот этот опрыскиватель для цветов и в общем я заказала две штучки одну такую просто обычную пластиковую бутылку с опрыскивателем я обычно сюда наливаю там ну что-то если надо обработать там цветы вот а второй вот такой вот симпатичный смотрите какой прикольненький такой сделал виде кристалла это тоже пластик но прикольно опрыскивать поставлю покажу в общем это обычный здесь здесь и здесь по моему литр смотрите прикольные какие ноты это очень симпатично то есть всего поставить там где-то где видно будет отлично и вот такой простенький вот такой простенький кстати можно использовать если вы что-то разводите там для уборки какие-нибудь средства до или вообще вот сюда перелить чтобы шикать тоже кстати как вариант может быть для этого я и буду использовать не знаю посмотри но ты точно для цветов вот потому что у меня цветов много опрыскиватель вот этот сломался очень заказала и еще я заказала вот такую рамку это деревянная рамка ну да это вроде дерево девочки не знаю вроде было написано что деревянная я уже честно говоря не помню то что я заказала давно может и нет нет дерево девочки деревянная вроде деревянная для я же доделала свою мозаику и хочу как раз вот в эту рамку мозаика у меня черно-белая поэтому я решила что у меня рамочка быть белая черная как-то совсем мрачно на мой взгляд а вот беленькая будет супер сейчас я сюда вставлю свою мозаику и покажу вам ну что вот моя готовая мозаика я ее полностью сделала я еще как говорила хотела сделать общую фотографию там с детьми может быть мужа отдельно да и так повесить но пока не буду потому что у меня пока картины по номерам вот летом у меня не будет наверно времени то есть может быть осенью снова закажу и буду уже выкладывать вот такая вот у меня получается картина в белой рамочке не кажется она идеально смотрится потому что здесь основной фон у меня получается темный и белая рамочка сейчас я ее тоже повешу на стенку и покажу как она смотрится вот но мне очень нравится прям молодежная вообще мне нравится вот эта фотография на мне кстати стоит на заставке телефона люблю себя очень вот так что вот такая вот у меня получается и рамочка рамочка дерево муж сказал вот так что вот так вот но это нужные вещицы вот потому что сломались в общем тоже нужны мне в общем вот такая вот у меня теперь красота я заказывала вот эту вот алмазную мозаику которую можно выбрать фотографию и сделать собрать заказывала на вальберис я тоже оставлю ссылку кому интересно не знаю куда повесить пока поставила вот сюда можно эту стенку куда-нибудь повешу вот пока здесь у меня стоит прикольно смотрится мне очень нравится не знаю сама себе очень-очень нравится ну куда-нибудь сюда в гардеробную наверное повешу не знаю посмотрим похоже у меня волосы хвостики в общем мне вообще очень нравится заниматься подобными вещами но скоро огород и времени у меня не будет на это поэтому я сейчас пока есть время все доделаю все делаю все что хотят мои мальчишки все что хотела сделать я тоже хороший хороший шанс все доделать пока ты на на самоизоляции дома на карантине можно так сказать так что супер но мне нравится не обалдею прям мы пришли на залив я надеюсь что меня прошло слышно потому что тут очень сильный ветер сюда я помню ненадолго я не стараюсь микрофон прикрывать но думаю что все равно плохо слышно смотрите там у нас катаются видите на этой штуке ух ты тут ветер девочки вообще жуткий так тут намело лодка лежит я так понимаю замерзшая а это лодка не нравится эти парашютисты них лает давай давай капюшон оденешь не нравится смущается нельзя летать еще на сфинский залив такой как не приходишь а его прелесть девочки руки дубеет жутко просто да бабайка там летает брайзе вон у них прости летают утрюга жуткий пойдем домой пришли домой вон а шуши улетают ужасный ветер если там летает бон сидел вон я жутко типа скачет девочки красивые сейчас идем домой пришли домой на улице жутко ветрено если заварила чай облепиховый меня спрашивали какой ну где облепиху беру вот такую смесь мне она очень нравится мироторг вот это вот она с облепихой имбирем сейчас я сюда добавлю ложечку меда вот такой у меня мед сейчас сюда прямо в чайник я добавляю обычно вот размешаю все хорошенечко буду пить а мед у меня вот такой не помню откуда кто-то дарил по моему новгородский вот такой лесной вот нормальный вкусный мед такой вот так что буду сейчас пить чай дома тепло на улице вообще ветер просто ужасный особенно на заливить что мы зря туда пошли будем отдыхать девчонками вот я вот эти вот еще облепиху немножечко расталкиваю вот и получается вот такой вкусненький чай у меня и вот это вот чайничка мне очень нравится он вроде бы тоненький но вот пользуюсь им пока не покололся и вот это вот пружинка она даже мелкие чинки не пропускает Бона пьет как всегда я снимаю Бона пьет даже чайничка мне очень нравится я как раз ему себе для своих чаев у меня мужчины мои не пьют такой чай а я с удовольствием пью И вот мед как раз у меня здесь растворится я не в горячую воду мед добавляю а в теплую вот я как раз перед тем как погулять мы немного погуляли меньше часа даже потому что очень сильный ветер мальчишки замерзли вот и у меня настоялся тут можно полотенчиком накрыть я так обычно и делаю полотенчиком накрываю настаивается и вкусненько можно пить ну что мы нагулялись я села доделывать свою картину вот это вот я ее доделаю сегодня потому что мне осталось вот вообще чуть-чуть тут вот зубки вот эти остались язык Ну и тут немного буквально я думаю что я не думаю я уверена что я сегодня доделаю поставила сейчас еще свеклу вариться на этот винегрет на вечер сделала вот кое-кто у меня тут Бона спит а кое-кто у меня попрошайничает знаете что я жену села чаёчек пить свой облепиховый вот с медом кстати с медом он получается вкуснее он такой кисленький и с сахаром он получается ну просто сладкий а с медом вкусно а та попрошайничала у меня знаете что мама взяла себе три конфетки и сразу на мои три конфетки кто-то посягается покушается на мои конфетки Бона то нет я им не даю сладкое вообще ничего но всегда же надо попросить вот эти конфеты кстати я не помню а я их местном магазинчике покупала но давно очень они очень вкусные там помню такая большая упаковка они чем-то напоминают рафаэлки вот если вы видите где-то поближе покажу вот так вот то обязательно возьмите очень напоминают рафаэлки но стоят они дешевле вот у нас местном магазинчике такие продаются вот у меня осталось их немножко совсем их ем понемногу мои-то любят мальчишки знаете с какими-нибудь там орешками и тому подобное вот это единственно миндаль ну то есть внутри просто крем без орешка миндаля там нет вот так что вот такая вот у нас уютненькая картина вот но это не уютненькая картина я имела ввиду вот такая вот картина уютная да вот так вот вот так вот вот чайочек песины мои за окном метель а я сижу еще аудиокнигу слушаем эту татьяну полякову практически все и книги уже прослушала вот слушаешь делаешь наверно поэтому у меня так быстро и получается ее сделать потому что заслушиваешься и одновременно и делаешь картину прикольно вот сейчас свекла сварится пойду уже внегритик сделаю на ужин вот и все потому что надо у меня того чуть-чуть осталось того чуть-чуть все доедать вот так что вот так вот приготовила винегрет я сделаю его солеными огурцами и добавила еще сюда зеленый горошек вот заправила маслом чуть-чуть посолила вот и будем как раз кушать на ужин я буду есть просто так со сметаной или с майонезом я обычно ем то есть сверху вот себе добавляю мне так очень нравится муж у меня обычно ест просто так не заправляют ничем не сметаны и не майонезом ну что девочки я сделала это время правда 10 часов вечера но я сделала это ура ура я ее доделала просто супер лаком завтра уже вечером покрою ой вечер утром и мы повесим так что вот такой вот у меня вену теперь такой прям со слюнями тут всякими да валик тебе нравится рад ну вот наконец-то сделал ходился смотрел как я делаю переживал да подожди ты так не трогай пока мне что-то не досок ли некоторые краски так что вот так вот ну что я уже на следующий день покрыла лаком и теперь у моего сыночка висят вот такие вот две картины класс очень классно вот и забыла показать вот его картинка которую он нарисовал сам вот она так тоже очень понравилось что на этом фоне он даже вот такой вот еще нарисовал так что в общем занимаемся мы тут во всю творчество можно так сказать вот вот так что вот такие у нас дела в общем гуляем делаем уроки занимаемся творчеством вот и отлично проводим на самом деле время вот так а по поводу повторного тестирования я тут звонила у нас же сейчас санкт-петербурге для того чтобы записаться к врачу или вообще попасть как-то в поликлинику нужно звонить в единую справочную службу 122 в общем когда я сдавала первый тест мне сказали что ну типа позвоните запишитесь потом нам через 10 дней на повторный тест в общем я звоню в эту справочную службу а мне там говорят а почему у вас врач не записал нам на повторный тест я вру какой урач играет ну типа после того как у вас пришли пришел тест с положительным результатом к вам должен был прийти врач назначить вам лечение принести какие-то лекарства и уже типа назначить когда вам нужно будет сдать повторный тест и прийти там медсестра или какие-то медработники из поликлиники и взять этот тест сами без всяких записей и тому подобное мне даже никто из поликлиники не звонил что у меня положительный тест я не спрашиваю типа как вы узнали что у вас положительный тест ну как зашла на госуслуги посмотрела смотрю там положительный тест грида у детей ваших брали я грунт не брали ну то что я детей хотела записать потому что в школе требуют чтобы дети что мой старший сын получается принес результаты теста так как он контактный вот я вру нет вообще ничего в общем короче кошмар вот и в общем оставила заявку я на четверых на нас четверых получается на себя мужа детей что пришли сделали тест она заявку приняла и когда кто придет когда кто позвонит и так далее вообще не известно а сама поликлиника говорит что не мы то есть не к нам будут приходить а мы должны прийти и дать тест вот сами а вы единой справочную службу мне сказали что я ни в коем случае вообще никуда не должна выходить из дома никакие поликлиники тем более ходить не должна и она у меня спрашивать типа а в боксе в котором вы сдавали этот тест вам что сказали игру в каком боксе блин я сдавала ну в общем я короче не стала там сильно уж поклёп какой-то наводить на свою поликлинику но я сдавала тест ни в каком ни боксе просто в обычном то есть у нас второй этаж на первом этаже у нас детское отделение а на втором этаже у нас взрослая и на втором этаже находится у нас и процедурный кабинет все в одном коридоре и терапевт принимает и массаж делает и стоматологический кабинет и хирург то есть я сидела в одном коридоре то есть я ковидная до сидела в одном коридоре с людьми которые там с пенсионерами которые приходили ну они же там каждый месяц по-моему да или как я не знаю приходит брать вот эти вот рецепты на лекарства да всякие разные ну там которые им нужны там вот то есть и с пенсионерами которого за лекарствами за рецептами за этими пришли и с людьми которые уже выписываются просто берут больничный и с людьми которые пришли сдавать тест также как я то есть имеет симптомы к видны и мы все сидели в одном коридоре и ждали чем ждали достаточно долго я наверное в этом коридоре просидела может быть но минут 30 минимум прикольно да вот а должна была быть в боксе показать в нашей поликлинике есть отдельный вход бокс но он закрыт в общем короче да теперь буду ждать в общем звонка с поликлиники наверное или может кто-то придет с поликлиники я не знаю и самое интересное что еще учительница нам скинула постановление что с 5 02 дети которые контактные а также болеющий к видам не должны сидеть дома 10 дней а могут приходить после получения отрицательного теста то есть если тест отрицательный у ребенка неважно болеет кто-то в окружении или нет он может спокойно идти в школу и это конечно потрясающе но только у нас из школы детей выпускают только тогда когда за ними приходит родитель если родитель болеет к видам как я как я могу прийти забрать ребенка со школы я не говорю о том что мы живем далеко это уже как бы наши проблемы да но детей до пятого класса не выпускают без родителя или по заявлению то есть можно написать заявление на имени директора и попросить чтобы ребенка выпускали без родителей но так как я живу далеко мое заявление я тоже просила так делать вот но чтобы ребенок мог сам дойти до машины я там все равно во дворах ну паркуюсь да и бывает просто такое что заезжаешь во двор и нет места припарковаться чтобы я где-то просто встала и ждала ребенка так вот мне отказали в таком да я должна сама подходить во двор школу на школа буквы п я должна заходить внутрь туда и только тогда моего ребенка будут выпускать где логика вообще я понимаю там пятый шестые классы их и без того выпускает но все равно ручьи не знают что-то у нас начинает мутить творить в общем непонятно в общем любом случае я буду сидеть ждать потом буду записываться то есть буду ждать сейчас когда ко мне придут потом два-три дня буду ждать результаты теста если тест будет у нас отрицательный у всех еще потом не нужно будет время на то чтобы ребенка записать их то чтобы выписать то что получить эти справки чтобы пойти в школу в общем всю неделю мы снова сидим дома потрясающе раньше было просто позвонила в поликлинику в тот же день можешь прийти круче ладно я вам немножко поплакала сделать просто меня это что-то перебесило все это вообще это что мне там девушка наговорила что мне должны прийти лекарства там принести послушать посмотреть врач должен все мне выписать на на первый день работает вот в общем ладно девочки на сегодня уже буду прощаться с вами вот я надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным и хочу пожелать скорейшего выздоровления и скорейшего восстановления всем тем кто сейчас тоже как я болеют вот здоровья здоровья самое главное здоровье всем 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 вот всех люблю целую до новых встреч